Убийца iMac'а, ноутбук Surface еще мощнее, умная пепельница, обновление Windows 10 и трехмерные эмодзи. БАМ! Все это и многое другое мы узнали в свежей презентации Microsoft. Это Дроидер, с вами Борис Веденский, и сейчас расскажу обо всем этом подробнее. Поехали! Первое, что представили, это обновление для Windows 10, которое называется Creators Update. Встречайте. Как можно догадаться по названию, оно заточено под творчество и созидание чего-либо. И понятно, откуда такой посыл. Основная аудитория компьютеров сейчас это люди, создающие что-то, пусть даже скучные таблички в Excel, а не потребляющие что-либо. Потребление ушло в мобилке, ну и телеке. Поэтому надо работать с тем, кто остался. Впрочем, Apple тоже давно эту мысль про хаба. Что же нового в системе? Первое, 3D. Microsoft очень хочет, чтобы вы начали рисовать в 3D. Серьезно. За это дело тут отвечает обновленное приложение Paint. Да-да, тот самый Paint, в котором даже слоев не было, обновили. Теперь официально. И это Paint 3D. В нем можно рисовать всякое объемное и не только, и он позволит напечатать на 3D принтере предметы из Майнкрафт. Кажется, я чего-то все-таки не понимаю в мире будущего. А еще камерой смартфона можно сканировать трехмерные объекты, дорисовывать их в Paint и загружать в облачную библиотеку для других людей. В общем, делать с 3D много грязных штучек, до которых вы додумаетесь. 3D проникает и в другие популярные приложения Microsoft, например, в PowerPoint. Еще показали приложения для виртуальных путешествий по городам. Кстати, обещали, что в следующем году HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, в общем, партнеры Microsoft, будут поставлять свои VR-шлемы, работающие с виндой, по цене от 300 долларов. Интересно, что отличие от подхода Microsoft в том, что они верят не только в VR сам по себе, а в спайку между дополненной и виртуальной реальностью. Но поскольку HoloLens, отвечающий за дополненную все еще девайс мутноватый, решили, как и все, пока давить на VR. Второе. Игры. Игры будут поддерживаться в 4К. Приложение Xbox встроили трансляции через сервис Beam, который недавно приобрели. Это такой менее популярный Twitch, что ли. Зато через него юзеры смогут даже голосовать за действия стримера в игре. Надеюсь, самым популярным будет Убей себя. Еще пользователи смогут создавать свои собственные киберспортивные турниры через сервис Xbox Live Arena. Третье. Общение, и люди здесь любопытны. Ссылки на избранные контакты будут закрепляться справа в таскбаре для быстрой отправки сообщений через Skype или по почте. Про другие мессенджеры как-то непонятно. То есть теперь стикеры можно будет отправлять прямо на рабочий стол вашим близким. И про обновления примерно все. Creators Update выйдет весной следующего года и будет бесплатным для владельцев Windows 10. Поехали про девайсы. Как Apple и с недавних пор Google ребят из Redmond видят себя создателями экосистемы, в которую входит не только крутой и хороший софт, но и собственные устройства. Из них представили обновленный Surface Book i7, супер навороченный такой девайс. Внутри, понятное дело, последний процессор от Intel линейки i7, видеокарта GeForce GTX 965M и от 256 гигабайт хранилища. Новая система охлаждения. Обещают 16 часов жизни от батарейки, в общем, зверюга, да еще со стяжным монитором. Такой MacBook Pro для тех, кто на винде. Видел прошлогоднюю версию в живую в фирменном магазине, производят впечатление. Разве что крупноват, но с такими спеками положено, наверное. Выйдет в ноябре цена от 2300 долларов. Но воистину взорвал тусовку, конечно, девайс под названием Surface Studio. Это большой моноблог 28 дюймов с соотношением сторон 3 к 2, до 32 гигабайт оперативки, до 2 терабайт хранилища GeForce 980M. Камера тоже последний Intel. А еще он очень тонкий, 12,5 миллиметров. Разрешение 4,5 на 3000 пикселей, больше чем 4К. В корпусе много микрофонов, чтобы ассистент Cortana смог вас хорошо услышать. И это было бы классной новостью, если бы Cortana работала на русском. Можно было бы сказать, что Microsoft представила клон iMac, да не совсем. Главная фишка компьютера в том, что он тоже превращается, по сути, в планшет. Дисплей можно наклонить и удобно работать на сенсорном экране под углом 20 градусов. Выходит, что в студию можно тыкать пальчиком и работать, как обычно, с мышкой и клавиатурой. И это отлично соответствует идеологии Windows 10 и обновлению Creators Update. Причем делать это можно за обычным рабочим столом. Друзья, друзья, не расходимся. Есть еще one more thing. В дополнение показали небольшой аксессуар Surface Dial. Это такое колесико, которое кладется на сенсорный экран и помогает в работе со стилусом. Можно зумить, выбирать инструменты и так далее. По-моему, крутая штука, а то я никогда не знал, что делать со второй рукой, когда пользуешься стилусом. Гусары молчат. По мне, так Surface Studio обалденный девайс, но, очевидно, не дешевый. Monoblock стартует от 3000 долларов. За базовую конфигурацию не забываем добавить сюда налог. В общем, игрушка для тех, кто очень хорошо зарабатывает на своем творчестве. В итоге Microsoft верит в поколение создателей, которое они называют поколением Minecraft. Это прям цитата. И хочет перевести созидание и работу в 2D к 3D и пытается придумывать инструменты для этого. С одной стороны, да, это выглядит как попытка придумать легенду и объяснение для своих анонсов. С другой, а может быть действительно это то направление, в котором технологии должны двигаться, и лет через пять нас вовсе не удивят подобные анонсы. Даже если так, то невозможно избавиться от ощущения, что Microsoft немного бежит в передии паровоза и торопится. Но в любом случае, продукты-то были классные, и последние пару лет компания действительно ведет себя намного более внятно, чем при старине Балмере. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Борис Веденский. Поставьте лайк, если вам понравился этот отчет, и вы хотите другие такие же. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео. Это Дроидер. Здесь самые классные ролики про гаджеты, технологии, хай-тек, приложения и тому подобное. До встречи в будущем.